Торговля в неустановленном месте, отсутствие необходимых для продажи товара документов, несоблюдение правил благоустройства территории города. Все эти нарушения стали сегодня объектом пристального внимания со стороны участников рейда по местам уличных продаж. Комиссия, составленная из сотрудников городела полиции, госавтоинспекции, налоговой, санопедслужбы, руководства рынка и представителей городской администрации, сегодня ранним утром наведалась проверкой на стихийный рынок, протянувшийся по улице Шалимова вдоль ограды рынка регулярного. Сегодня с 8 часов комиссия начала свою работу по выявлению несанкционированной торговли по улице Шалимова. На данный момент она продолжает свою работу. Члены комиссии выехали на рынок микрорайона Черемушки. Так что на данный момент составлено 6 протоколов. В основном присутствует несанкционированная торговля, статья 160, нарушение правил благоустройства, статья 152. Дважды в месяц комиссия по борьбе с несанкционированной торговлей проводит подобные рейды в районе городского рынка и рынка на Черемушках. В отношении нарушителей составляют административные протоколы, за которыми следуют штрафы. Сумма взыскания за продажу товара с рук в неустановленных местах составляет чуть больше 100 рублей. При таких штрафах, отмечает Виталий Симоненко, бороться с проблемой незаконной торговли в городе довольно сложно. Но есть и другой подход. Отныне в отношении предприимчивых граждан, торгующих за пределами рынков, члены комиссии, руководствуясь 152 статьей административного кодекса ДНР, в праве составлять протоколы о нарушении правил благоустройства территории города. А это уже совсем другие суммы штрафов. Штрафы колеблются от 100 рублей до 2500-3000. Такие выходы комиссии будут проводиться регулярно. И будем бороться с несанкционированной торговлей и нарушениями правил благоустройства в городе. В августе график проверок комиссии будет изменен. Проводить рейды по местам уличных продаж представители контролирующих ведомств Харцинска теперь намерены значительно чаще – два раза в неделю. С 6 августа в 14.00 произошло обрушение кровли в лаве на угольном предприятии шахтоуправления Волынское государственного предприятия Торес-Антрацит. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Обрушение произошло во второй западной лаве пласта H7 со второго уступа по восьмой протяженностью 60 метров. На момент обрушения в лаве находились 16 человек. 12 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще двое горняков были обнаружены и подняты на поверхность сегодня рано утром. Забойщики не пострадали. На данный момент горноспасателями МЧС, а также бригадой специально подготовленных проходчиков шахтоуправления Волынское проводятся поисково-спасательные работы по поиску двух горняков, которые остались застегнутыми на аварийном участке, говорится в сообщении. В пресс-службе также сообщили, что для поисково-спасательных работ от МЧС привлечены оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР, 7 единиц техники, 47 человек личного состава, 3 психолога. От почасовой подачи питьевой воды круглосуточной с 1 августа перешли в поселке Зугресс-2. Выполняя указ главы республики Захаченко Александра Владимировича, приступили к процессу запуска воды в круглосуточном режиме в городе Зугрессе. С 1 августа мы этот указ осуществили уже по поселку Зугресс-2. Подаем сейчас в данный момент питьевую воду в холодную круглосуточном режиме. Новые обстоятельства не позволяют решить проблему подачи горячей воды в многоэтажки по улице 60 лет Октября. Скорее всего это связано с погодными условиями. Было попадение молнии в район охраждения наших сетей и были повреждены два счетчика. Тепловой счетчик и счетчик на холодную воду. Но если для подачи холодной воды нам этот момент не помешал, мы подаем сейчас на кубы по предусмотрению, по расчету, то горячей воды это немножко затормозило процесс. В данный момент оборудование вывезено на ремонт в город Енакиево. После восстановления данного счетчика мы уже в принципе готовы подать горячую воду на поселок Зугресс-2. Сегодня Зугресс-2 потребляет 2600 кубов воды в сутки. Для водоснабжения жителей так называемой нижней части города вместе с поселком Южным расходуется около 2000 кубов. Перевести на круглосуточную подачу воды старую часть Зугресса пока невозможно. У нас была не круглосуточная подача воды, у нас была подача воды на световой день. То есть мы с утра до вечера ее подавали с определенным режимом. В вечернее и утреннее время на повышенных параметрах, дневные параметры снижали. Но случилась проблема в том, что у нас не все дома получали полноценно данный вид услуги. То есть большие девятиэтажные дома недополучали воду выше седьмого этажа. Когда было проведено ряд совещаний, было принято решение, что до устранения определенных аварийных ситуаций мы вернулись назад на подачу по графику. В данный момент по Зугрессу-2 эти замечания устранены и у нас появилась возможность полноценно подать крылосуточную воду. В старой же части города энергетиков в районе водонапорной башни планируется смонтировать дополнительный распределительный узел. Только после этого станет возможным подавать воду круглосуточно. В августе коммунальщики ожидают поставки необходимых материалов. Вчера в Министерстве образования и науки ДНР состоялся брифинг по итогам основного этапа вступительной кампании в ВУЗы Республики, который провел директор Департамента образования Андрей Алехин. Он сообщил, что в нынешнем году министерство выделило 9700 мест для обучения за счет республиканского бюджета. По состоянию на 1 августа набор на эти места в среднем по всем ВУЗам Республики составил около 92%, включая абитуриентов, прибывших к нам из-за линии разграничения. 185 человек зачислено на обучение в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса с территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине. Также Андрей Алехин сообщил о продлении сроков набора высшие учебные заведения ДНР до 29 августа текущего года. Приказом исполняющего обязанности главы администрации Харциска 7 августа директором коммунального предприятия Харциск Коммунхоз назначен Павел Подобный. В первый же рабочий день в новой должности директору предприятия, ответственного за сбор и вывоз бытового мусора, представилась возможность пообщаться с журналистами городских СМИ. Самая большая проблема у нас с транспортом по вывозу мусора. Машины поломаны, неплатежи большие, очень большие от населения, поэтому тоже не хватает финансов, чтобы все вовремя отремонтироваться. Я знаю, что задолженность и у коммунхоза большая, и к коммунхозу большая. Его открыли, в принципе, коммунхоз уже с долгами, поэтому сейчас наша задача погасить задолженности, зарплаты и все остальные. В июле Харциск Коммунхоз снова выбился из графика вывоза ТБО. И на контейнерных площадках снова стали расти кучи мусора, со всеми вытекающими отсюда неароматными последствиями. Сегодня в распоряжении предприятия только три автомобиля. Поломанные стоят две машины, вчера я смотрел. Их надо срочно сделать. Как бы не успеваем мы, потому что не хватает транспорта. На этой неделе Харциск Коммунхоз намерен взять в аренду с правом выкупа два бывших в употреблении зила мусоровоза, сообщил Павел Подобный. Одна на ходу заводится, едет, другую там сделали капитальный ремонт, они же. Просто еще мы не успели ее завести, аккумуляторы не были. То обстоятельство, что техника эта из разряда сильно поддержанных, нового директора предприятия не пугает. На ремонте тяжелых машин он, как говорится, собаку съел. Павел Подобный горит желанием в ближайшее время решить автомобильные проблемы Коммунхоза, чтобы как можно скорее освободить контейнерные площадки Харциска от нагромождения бытового мусора.